Существует два типа прогнозов. Один прогноз утверждает, что действительно тропологический человек меняется, и он из углеродного состояния переходит в кремниевое состояние, то есть все-таки побеждает техногенная цивилизация. Меняется человек, меняется, как часто мы тоже говорим, меняется на сканированного человека, совершенно нового типа техногенного человека, искусственного человека, где потеряна его первосотворенность. А то, о чем вы говорите, о возвращении первосотворенности человека, все-таки божественному человеку, ангелическому человеку, который был все-таки сближен к райскому состоянию, и с жестом первосотворения. И, очевидно, будет достаточно трагическая борьба между этим дублем или возвращенным человеком. Ожидаются какие-то трагические состояния в этих метаморфозах. И искусство, очевидно, должно принимать какие-то трагические формы, то оно должно где-то обнажаться до предела своей трагедии. Ну, не знаю, понимаете, прогнозы, что касается прогнозов, вообще такое неблагодарное дело, вот вы говорите, два прогноза бывают, а два рода прогнозов, глупые и совсем глупые. Поэтому вообще-то заниматься прогнозами, по-моему, вообще, ну, это не наше дело. Надо делать, что сейчас возможно сделать. Действительно, вот эти две тенденции идут. И, собственно говоря, вот превращение такого человека, там даже не обязательно кремниевого, но, допустим, то, что там у Эльбека, возможно, сёстры, вот там, допустим, да, там вот это такое бессмертие. Вот, но действительно, это ужасная такая, в общем, ситуация. И, вот, опять-таки, невозможно вернуться, значит, вот первозданная какая-то, это богом данная такая вещь, но можно совершить некий творческий акт, который приведёт, ну, в новое состояние. В конце концов, ну, мы видим, что вот это самое в апокалипсисе, да, вот это новый Иерусалим, да, и, в принципе, вот это новая вселенная, новообновлённая вселенная, в которой, конечно, человек должен прилагать усилия, чтобы это произошло. И если человек не будет прилагать усилия, то будет вот именно вот это совсем уже отвратительный вот этот сценарий, там, кремниевый человек, там, и всё такое прочее с этим связано. То есть, ну, это вот самые худшие, конечно, такие сценарии могут быть. Вот, и они вполне реальны, потому что, ну, если человек не будет, принимать каких-то усилий, а, понимаете, значит, то общество и та действительность, которая нас окружает, всё-таки это действительность потребления, она, чем совершенно ужасно, то, что она лишает человека вообще возможности, способности, желания сделать что-либо, да, потому что потребитель не может ничего делать. Кстати говоря, здесь тоже вот надо сказать о свободе. человек, общество потребления лишает человека свободы, самое главное, да. Это вот то, что видно, трагедия постсоветская совершенно, да. Люди думают, что свободно, они вообще превратились в рабов хуже, чем, там, я не знаю, в тоталитарных режимах. И это происходит потому, что, значит, путаницы вообще, они перепутали свободу с выбором, да, потому что, допустим, в советские времена, ну, чего-то, куда можно было бы поехать, там, на Чёрное море и в Прибалтику всё же, да, сейчас мы можем поехать, там, на Сейшелы и куда, там, на Мальдивы, в Испанию, в Турцию, то есть, сюда можем поехать, можем где угодно учиться, там, и в Штатах, и в Алангелии, были бы деньги, да, можем снимать любые фильмы, значит, там, хотим про сумасшедшего Ленина, пожалуйста, про сумасшедшего Ленина, хотим, там, Мастера Маргарита, Мастера Маргарита, там, Доктора Рывага, в Советском Союзе ничего нельзя было делать, однако люди делали, был Тарковский и был Бараджанов, которые делали великие вещи, когда ничего нельзя было делать, часть делает всё, ну, то есть, можно делать всё, но, значит, результатов-то нет, да, таких, какие так показывал, тот же Тарковский или Бараджанов, который вообще сидел в тюрьме, где вот новый цвет гранаты, где новые ностальгии, вот, там, я уж не говорю, сталкеры, допустим, да, значит, дело в том, что свобода – это внутреннее качество, внутреннее свойство человека, которое создаёт условия, там, где этих условий нет, значит, сейчас-то нет никакой свободы, потому что мы пользуемся широким спектром возможностей, да, перед нами широкий спектр возможностей, мы можем делать то-то, 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 тысячи вещей мы можем делать, которые раньше нельзя, и нам кажется, что это свобода, на самом деле это не свобода, это рабство у этих самых вещей, а настоящая свобода – это действительно внутреннее креативное качество, которое создаёт принципиально новые возможности там, где их не было. Вот человек общества потребления, он не может этого делать, и, вот, собственно говоря, вот эта невозможность и нежелание, и просто уже неспособность это делать, в конце концов, помог привести вот к таким вот прогнозам, о которых вы говорите, то есть это будет вот такое действительно уже суперпотребительское, вот, ну, Эльбек, собственно говоря, вот, описывает все вот эти утопические вещи. Вот, и тут, конечно, вот, чтоб этого не было, нужны очень большие усилия, я не знаю, способна ли, вот, человеческий в том виде, в каком оно существует, вот, осуществлять это усилие, но, вот, опять-таки, вот, пример Парельмана, и, вот, Хиггс тоже поразительный, да, ведь он же плакал, он не верил, что это возможно, да, то есть он же его теоретически предсказал в 60-е годы, и, когда он это сделал, он не верил, что он доживёт, что это будет действительно экспериментально подтверждено, и вот эти, значит, слёзы, которые катились в нём в штыгам, они какой-то вот внушают, вот, лично мне надежду, что всё-таки мир может как-то, наверное, перемениться, и что шансы есть. А вот сейчас ещё, тогда, хотел бы ещё тогда спросить о религиозном чувстве, мы вот не говорим о религиозном чувстве, вот, в России существовала ещё такая великая личность, как отец Павел Флоренский, он был еще священником, одновременно учёным, у него существует такая работа, мнимость в геометрии, где он говорит о возможности преображения через мнимые геометрические состояния, он тоже говорит о геометрии, говорит о нравственном преображении, он говорит, и говорит о том, что передвижение там возможно в этой мнимости геометрии со сверхсветовой скоростью, то есть он учитывает как раз некие техногенные, казалось бы, ситуации, да, вот это наличие фотонного состояния человека, где вещество как бы преобразуется, но в то же время оно сохраняется. И вот в его личности соединился взгляд на геометрические новые формы, в которых мы можем пережить космические состояния. Отвременно какие-то нравственные возможности, которые нам дают именно на сверхсветовые состояния, нравственные возможности, это некие скрытые измерения в геометрии, в мнимости геометрии, но всё это пронизано религиозной мыслью. Вот что можно сказать о свободе религиозной мысли сегодня? И, может быть, недавно тоже вспомнили отца Павла Фаренского, была замечательная вот эта выставка прошла, там, где, казалось бы, её не должно быть, и было показано его родословное, его рисунки были, которые несли такую удивительную энергию. И там, допустим, пришёл Володин Кирилевский художник, говорил, что это лучше, чем Павла Клея рисунки. Он понимал, наверное, это как на искусство. Но вот там была какая-то энергия, если говорить о церковном языке, был удивительный там дух. Казалось бы, ничего не было, но был некий дух, и был некий инструментарий, о котором мы сегодня забываем. о религиозном преображении, религиозной мысли. Ну да, ну, просто, понимаете, сейчас даже не будем, как говорится, свободной религиозной мысли сегодня. Вот, знаете, сейчас я скажу, но просто, значит, это самое по поводу отца Павла Фаренского, действительно, это вот такой, леонардовского такого вообще масштаба человек, он универсальный совершенно, да, и, конечно, великий богослов, прям надо сказать. И вот этот путь синтеза духовной науки и, значит, вот просто науки, да, он вообще, с одной стороны, замечательный, но мне кажется, сейчас важнее другое. Сейчас действительно, вообще, вот, ну, переживается такой мировой кризис вообще религии, не только про босглавию, там, католицизм еще хуже, да, вообще, там, в общем, сами не будем сейчас об этом кризисе говорить, но в связи с этим, мне сейчас кажется, вот, что очень важно, тоже вот такое сделать, мост такой к началу тысячелетия, перекинуть начало, значит, вот, того тысячелетия с появлением психогастики. И тогда вот появилась такая идея, как идея двойной истины. Идея двойной истины, значит, в чем смысл, в чем суть этой идеи двойной, концепции двойной истины, доктрины, вернее, двойной истины, что истины богословской и истины эмпирической науки, они могут существовать даже противоречи друг другу, то есть не надо увязывать одно с другим. Хотя очень большое соблазнение все время подверстать, значит, вот как-то религиозное воззрение под современную науку, допустим, да, вот, но все время какие-то проколы есть. И, собственно говоря, вот тоже надо сказать, вот если мы возьмем ансамбла Кентерберийского, его вот самое антагогическое доказательство бытия Божьего, да, замечательная вещь, да, но с другой стороны, это вот какой-то трагический пункт, мне кажется, в истории религии, потому что это симптом того, что вера начинает осадубевать. Собственно говоря, вера не нуждается ни в каких логических, вообще ни геометрических, никаких доказательствах. И то, что на какой-то момент появляется вот такая потребность, и появляется некий ансамбль Кентерберийский, который это доказательство осуществляет, значит, ну, это свидетельство от определенного вот такое цивилизационное тоже выстывание, что ли, веры. И мне кажется, что сейчас, вот, это лично мое такое мнение, что сейчас настает вот такой момент, когда опять-таки нужно новую вот эту доктрину двойной истины сделать, что есть разные опыты, и не надо их смешивать, есть опыт науки, и есть опыт внутренний, потому что вот вера – это тоже, в конце концов, знание. То есть тут очень такое… И нельзя, как говорится, вот это знание, знание веры, никакими, даже вот самыми этими замечательными научными, там разные, мы будем сейчас привлекать эти вещи, мне кажется, не надо путать, их надо развести пока что, да? И вот это доктрина двойной истины. И, собственно говоря, вот надо, чтобы не было этих… Понимаете, сейчас появляется огромное количество тоже таких вот богословских, особенно на Западе, да, они уже давно появляются, где они хотят примирить, значит, примирить вот последние достижения, открытия науки, значит, с богословскими представлениями. Доходит дело до того, чтобы даже примирить ее с Дарвинской эволюцией, или вот, допустим, отец, епископ Владыка Василия Родзянко, у него есть вот замечательная книжка, значит, «Большой взрыв» и «Вера отцов», где, ну, собственно говоря, это тоже уже давно избитая такая вера, где получается, что вот это биг-бенд, это взрыв, это и есть акт творения. Но вот с моей точки зрения, ну да, это можно, мне кажется, что вот это не нужно сейчас все, да, потому что пускай, вот, надо разделить, потому что есть внутренний опыт. Что такое религия? Это внутренний опыт. И, собственно говоря, никакие вот эти другие знания, они этому опыту помочь не могут. И чем вот скорее мы это поймем, то есть мир можно познавать с двух, как сказать, сторон, да, его можно, значит, познавать внешне, то есть в конечном итоге наукой и искусством, а можно познавать внутренне, аскетически. И тут вот никаких смычек не может быть, и пускай искусство и культура не подлизываются к этому, и наука не подлизывается к этому, и пускай религия не подлизывается ни к науке, ни к искусству. То есть есть вот два пути. Есть вот монашеский путь там, допустим, это, как сказал Григорий Пагома, да, значит, говорит, что, в общем, заниматься вот всеми этими вещами, исследованием научных вещей, он перечисляет там, да, по знаниям мира можно, но пусть никто не обольщается, что это может привести к знанию о Боге, потому что знание о Боге достигается совсем другими путями. Намек какой-то, конечно, можно получить, но вот никогда вот этой путаницы не надо допускать, и мне кажется, что сейчас очень важная тоже такая культурная, какая-то вот миссия, да, религиозно-культурная миссия, что надо это развести. Отлично. Ну, не совсем согласен. Потому что научная парадемия сегодня стала использовать образные инструментарии. Она перестала опираться на какие-то эмпирические исследования, на логические исследования, задыкает новые логические формулы, формулы, которые им не на что опереться, казалось бы. Опирается именно на образ, на безоснования стали опираться. А с другой стороны, все великие ученые, они же были вещи люди религиозные, и Ньютон был, и Малевич, которые в этой личности открывался религиозный путь в каждой личности. Я напоминаю, здесь это самое, наверху как-то, вы, по-моему, даже при этом присутствовали, там, значит, у нас по дороге была такая беседа, там, довольно долго, и, значит, он в этой беседе, там много чего забавного было, значит, он Станислав, Станислава Грова там, значит, он, ну, он очень не любит Станислава Грова там, конечно, он, конечно, представляете, но он, как бы, считает, значит, себя, как бы, философом считает Станислава Грова там, и, значит, мы с ним там говорили, говорили, И в конце концов, когда мы его приперли, я его припер к стенке, как он сказал, мы его приперли к стенке, я сказал, ну на чем-то основа, у меня видения были, по дороге тут раздел руками, ну все. А вместе с тем, действительно, вот эти видения, понимаете, они, может, самые главные, потому что все остальное тоже вот это самое инструментарий, аппаратура какая-то, доказательство. В конце концов, она, в общем-то, в принципе, она не важна, да, она, то есть, понимаете, но с другой стороны, это культура. А вот мне кажется, что действительно мы переходим вот на такие вот, вот чем вот эти следующие ступени. Вы же используете логику Бегенштайна, совершенно другая логика. Ну да, 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 ну просто, понимаете, но в принципе она еще, все это в нашем мире пока происходит, да, и, собственно говоря, ведь логика Бегенштайна, она, опять-таки, он, значит, о чем невозможно говорить, вот это, так, вы же помолчать, но это просто есть вещи, есть какие-то вещи, да, вот, есть какие-то вещи. Собственно говоря, и поэтому, понимаете, если мы возьмем вот аскетические все вот эти самые дисциплины, то вообще-то, в принципе, вот эти все культурные практики, они мешают только, да, потому что, собственно говоря, говорить даже не надо, потому что, говорящий человек, это все равно, что в бане открыть дверь, да, в парной открыть дверь, все, выходит, да, чем меньше говоришь, тем лучше, да, и, в принципе, собственно говоря, вот это, как говорится, вот следующие вот ступени, это эволюционные, как раз там вот люди-то не будут говорить. Это, опять-таки, вот я привожу этот замечательный, все-таки, если вот у Клея вот этот момент, у него есть это как бы дневниковое как бы стихотворение, есть две вершины и долины, да, это две ясные вершины и сумочные долины, да, одна вершина боги, другая звери, потому что боги знают, что они знают, а звери не знают, что они не знают, и поэтому там порядок, знание-знание, незнание-незнание, это, в общем, хорошо, а в чем сумма, потому что человек знает, что он не знает, да, и он ни к богам, ни туда, ни сюда, да, Но это, так сказать, человек говорящий, наше состояние человека говорящего, потому что богам не надо говорить, зачем знающим, боги начинают говорить только когда они говорят с человеком, когда они сообщают, что это или бог говорит человеку. Когда боги общаются между собой, им не надо говорить, так же, как зверям не надо говорить, когда они общаются друг с другом, потому что не надо слов, они общаются другим. А человеку надо, вот, и, собственно говоря, вот этот человек говорящий, собственно говоря, вот все эти, вот, и получается вот кречи, и они стукают, тот же Вит filenstein, и Дюшан, и Малевич, в принципе, что надо что-то сказать, а зачем говорить, если знать, то ни о чем говорить не надо. И вот эта ступень, мне кажется, если всё будет повышено, что человек на неё как раз и переступит. Но это будет, наверное, не кремный человек. Кирилл как раз и свидетельствует, что человек говорит и не слышит, когда к нему обращаются. Потому что он говорит в этот момент. Надо перестать говорить. Как раз он буквально повторяет вот эту фразу. Ну да. А вместе с тем мы живём в таких условиях, что мы это... То есть, понимаете, это уже давнешний парадокс. Вот это самое Либо, я сейчас не помню, я не могу сейчас точно привести. Значит, это самое знающий не говорит, говорящий не знает. Да, но это оказалось ещё Лао Цзэ. И значит, Либо написал такое стихотворение. Он сказал, знающий говорит, говорящий не знает. А как же получилось, что он написал трактат 5000, там, героглифов. Вот, понимаете, ну мы живём вот такой парадокс, что действительно говорящий не знает, а знающий не говорит. Вот, значит, вот получается, что знающий не говорят вот эти боги, как раз которые на вершине, да? Вот, а мы говорим по собственному незнанию просто. Ну, можно свидетельствовать. Когда, допустим, футурист объявляет, что сбросим Пушкина с парохода современности, в этот момент Малевич пишет трактат «Бог не скинут». И он говорит мне о Пушкине, говорит, а о Господе говорит. И вот так же он заявляет, что не скинет. Но для этого надо это было всё-таки заявить, но вот произнести. Ну, в том-то и дело. Не, ну, просто, понимаете, Малевич – это глубочайший мистик вообще такой, да? И, собственно говоря, если мы читаем вот эти трактаты все, то это не трактаты по искусству, они даже не с кем, вот я даже не знаю, с кем сравнивать. Вот эта корявость языка, вообще какая-то неуклюжесть такая, да? Порой даже какая-то гранища с неграмотностью такой, да? Косноязычие такое, да? Это опять-таки Гао Дзе сказал, что великий оратор подобен Заике. И вот это действительно, потому что он говорит великие мистические вещи совершенно, да? Ну, в общем, не буду сейчас их приводить там, да? Ну, абсолютно, он говорит, это такие ариопагетические тексты, да? Их можно только с ариопагетом, да, сравнить. Вот, и поэтому даже удивительно, как человек, вот, ну, будучи, как бы, деятель культуры и искусства, говорить такими вещами. Поэтому, конечно, это вот типы вот ариопагетических текстов, или текстов мистера Экфорта, или там вот, или там того же Гао Дзе, там, да, тексты, или там вот трактаты Пашуни, так что это вот, он вот в этом ряду стоит. И вообще, в принципе, тоже вот если мы говорим о Малевичи, о текстах Малевича и о текстах Кейджа, вот, мне кажется, у Дюшана таких текстов нет. Не знаю, всего каких-то ряда причин, потому что, то есть тут еще весь какой-то их трагизм в нашем таком, в нашем контексте заключается в том, что мы все-таки их расцениваем как художника или композитора, да, то есть все-таки он проходит по разряду, в общем, ну, Кейдж, там, допустим, он и художник еще, и там, и композитор, и еще там, и писатель, так сказать, да, и литератор, вот, а на самом деле это мистик, вот, да, причем такой мистический учитель, то есть вот Пуана, мейстер Экфорта, там, допустим, да, и, собственно говоря, вот его проповедь, это не произведение искусства, а действительно вот это, ну, опять-таки, вот как Дао Дэ Цзин такой, да, тип. Хотя он очень хорошо, он всегда, как бы, значит, очень как-то всегда корректно это делает, что, значит, если вы думаете, что это как-то связано и может повредить, то он как-бы все время дистанцируется, опять-таки, очень такой деликатный мистический пример. Вот, и поэтому, собственно говоря, что я хотел вот сказать, что мы своей деятельностью все-таки, как говорится, стаскиваем, вот, есть это самое замечательное тоже самое начало, восьми с половиной, да, фильм, СОП первый, Гюллиан Сельм, когда он взлетает, это самое, летит по небу, а, значит, там его зарканивают, и, значит, это самое, да, собственно говоря, вот тоже происходит и с Криджем, и с Малевичем, то есть они-то уже улетели, а мы их вот этими выставками все время, значит, это самое, стаскиваем на землю, вот смотрите, вот в рамках висит тут все, ну, здорово, но другого выхода нет, но, собственно говоря, мы их стаскиваем обратно, они уже летают там совсем у других вообще простор. Маша. Да, мы уже назвали одно свойство, которым должен обладать человек будущего, вы можете еще там четыре назвать, помимо того, что он молчалив, вот этот новый тип, вот, ну, какие-то свойства его можете назвать, каким, какой этот человек должен быть? Не, ну, понимаете, самое, если бы мы могли бы назвать свойства, мы уже были бы теми же, вот самое, что есть, вот, понимаете, вот эти прогнозы, они могут быть двух родов, или глупые, или совсем глупые, да, поэтому, значит, если мы будем вот что-то делать, эти прогнозы, все будет совершенно по-другому, то есть, понимаете, ведь вот все эти прогнозы, они замечательные, не видел того уха, не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Бог любящему его, да, как чье ухо, не слышал ухо Бетховена, да, не видел ухо Рембрандта там, да, что, то есть мы в этом состоянии не можем себе представить, что приготовил Бог любящим его, да, поэтому, значит, вот любые, вот, как говорится, ну, предположения о том, какие вот там свойства будут, да, сам вопрос, он некорректен, да, и просто опять-таки вот эта фраза, значит, это самое Розаново, который, я все время сейчас уже там езжу эпигриф и кончаю вот мне в последних книжках, да, что на том свете мы будем немы, восторг всегда нем, да, и восторг наполнит наши души, восторг всегда нем, вот это нема, да, собственно говоря, ну, это 4.33, да, тоже там же, собственно говоря, вот это мы можем вот там, где слова останавливаются, а что такое вот слова, это человек, вы понимаете, что такое слово, это очень важно, да, потому что это слово, Это то, что человека превратило в человека, выделило его из животных. И в чём, как говорится, суть настоящего момента, что все возможности слова привели к совершенно роскошным результатам, великим результатам. Но сейчас это из расходов. Человек должен перейти на новый палеолит, то, что было до неолита, до речевая. Но, естественно, не вернуться в пещерный век, а на неком новом этом витке, но уже восторг всегда нет. То есть, понимаете, все люди об этом говорят, просто надо как-то более внимательно к этому относиться. Собственно говоря, Розенов говорит о том же, о чём говорит Витгенштейн. Витгенштейн говорит о том же, о чём говорит Кэйш. А Кэйш говорит о том, о чём говорит Гао Цзи. Да, Мария, цель музыки – молчание. Ну да. Можно тогда по-другому вопросу формулирую? Понятно, что нельзя давать какие-то рецепты. Но что сегодня человек может сделать для того, чтобы не навредить? Каждый же может что-то маленькое делать? Какие-то маленькие вещи, которые каждый мог бы делать для того, чтобы не развивать дальше общество потребления. Я не знаю, что ты такое делаешь, чтобы приблизиться к этому искомому. Нет, тут, наверное, у каждого там свои задачи. Просто я могу сказать, как бы, вот, ну, вот, по себе я не могу там, вот, то есть, понимаете, вот, как ни странно, это, вот, тут очень хорошо в то время Дмитрий Александрович прибыл, всё-таки. И вот, несмотря на то, что у нас очень много разногласий, чем дальше, тем больше, просто эти разногласия не вылезали у нас, потому что, когда он был жив, мне не хотелось их, так сказать, предъявлять ему, потому что он замечательный человек, и просто общение с ним окупало всё, да. Вот, ну, чем дальше, тем больше. Но, тем не менее, вот, у него есть масса замечательных таких положений, вот эта адекватность, да, быть адекватным. То есть, можно сказать честно, но вот адекватность очень важна, потому что вот эта неадекватность, понимаете, она приводит к самым катастрофическим последствиям. А адекватность – это вот какая-то, прежде всего, это внимание к себе самому, да, внимание к тому, вот, каким-то вот противоречиям, которые возникают между тобой и миром. И, конечно, всегда надо ориентироваться вот на какие-то вот, я не знаю, детские вот эти самые свои, почему, мне кажется, да, вот это возвращение к детству, значит, если не будете как дети, не увидите царство небесное, кстати говоря, да, это очень важно, потому что, и вот для меня это тоже какой-то вот такой метод, вот автоархеология, я как, кто, о чём я, в Шигабане, так, потому что я этим вопросом занимаюсь, да, вот это один из тоже таких методов возвращения к себе, да, то есть возвращение к себе, вот к этим самым, к детским воспоминаниям, дело не в том, что детским, да, а дело в том, что, вот, ну, с детьми Бог говорит, и в каждом ребёнке это есть, да, и, собственно говоря, и поэтому вот все, конечно, он тоже как ребёнок, да, вот, получилось так, что мне вот выпало тоже такое великое счастье с ним пообщаться, причём, понимаете, мне кажется, что вот мне удалось так пообщаться с Кейджем гораздо более выгодно, чем вот ленинградской вот этой компании, там с Курёхиным он общался, или вот тут фотографии даже где-то висят, да, там в этой самой, они в мастерской Африки там какие-то перформансы делают, там, воду там он лил, что-то такое, ну, в общем, ну, в общем, они занимаются перформансами, а у нас получалось так, что мы просто с Ивашкиным поехали, значит, на метро на московском поехали, просто выпивали немножко тогда, он нарвал этой самой, это прямо в этом московском дворике он нарвал какую-то траву там, да, тут же это там готовили, часа три просто вот без всяких перформансов, просто вот так, как говорится, ля-ля, вот, понимаете, это самое главное, не о каком там высоком искусстве, там, смысл, там, зен-буддизм, ничего этого не было, даже, понимаете, вот какая-то, вот, и, наверное, вот это самое замечательное и есть, потому что, ну, тоже, понимаете, вот всё время напрягает человек, чтобы он перформансы какие-то там делал, да, или какие-то умные вещи говорил, и, вот, мне кажется, что вот эти минуты были очень, просто вот, как какой-то этой траве, что-то он там рассказывал, тоже, он все эти самые, удивлялся тогда, это было, и тогда, что у Ивашкина там, значит, компьютер ставил, ну, вообще, даже не ожидал, что там в Советском Союзе, удивлялся, что там это самое, вот, как регулярно метро ходит, там очень часто, вот, у нас так не ходит, но, в общем, вот, на каком-то таком уровне, в общем, это было, и никаких вот этих там перформансов, никаких вот этих самых зен-буддизмов, ничего этого, вот это какое-то великое счастье такое, да, когда просто человек сидит и… – Ну это может быть зен-буддизм? – Ну в том-то и дело, что да, в том-то и дело, что да, и там вы, вот как раз там Алёша Любимова был, значит, Ивашкин с женой, и я… – А Ивашкин это кто? – А Ивашкин – это вот он сейчас, это музыковед такой, вот он, ну такой деятель, он сейчас там в Лондоне ещё живёт, и там у него центр Ивашкина даже есть, сейчас он уехал уже, ну вот это он выпустил книжку, значит, «Разговоры в Сашнитке», ну такой он, вот, ну и в общем вот мы там вот как-то посидели так, потом на такси вот вравили там, в общем. – А вы ещё и те, али возраст вот Кейджина? – Нет, вы знаете, это настолько, нет, это настолько, конечно, это вот удивительно такой, как бы даже я не хочу сказать сегодня, но причём вот, конечно, тогда был перепад, мне тогда было сколько там, 40 лет, ему уже, ну там, на 40 лет, конечно, старше, не, ну понимаете, это меня как раз не удивляет, потому что вот какой-нибудь там, я общаюсь с Ивашей Любимовым, там тоже как бы возраст не ощущаешь, так что, в общем, такие люди, когда возраст, понимаете, тут же дело не в этом, там, там немножко другое, вот, я общался вот так, ну просто, может быть, вот с такими людьми, как, ну вот там Булец, допустим, да, ну там возраст не возраст, но это такой человек, ну, с которым там, это, в общем, сложный человек, да, в общем, и, ну, вообще вот композиторы по большей степени, они, конечно, вот такие, как бы, а он действительно, это такой, наверное, такой вот дзенский человек, потому что это очень, очень просто, да, и, наверное, вот мне кажется, что, ну, я не знаю, но мне кажется, что вот, вот в нашей компании, ну, не то что, ему просто может как-то удалось чуть-чуть отдохнуть, потому что я так почувствовал, что везде от него требуют вот, вот этого, какого-то поднялого пальца, такого глубокомысля, там, вот, ну, просто вот посидеть, что называется. Простите, пожалуйста.